Итак, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Сегодня у меня для вас будет ГРС Кубчик, но следующий месяц. Hi, Bibis! Как ваши дела? Как ваше настроение? Все ли у вас хорошо? Я надеюсь, что все очень хорошо. И буду надеяться, что расклад будет точно такой же, только который вас будет, конечно же, радовать. Буду смотреть по событиям, более подробно будем рассматривать уже вы сами. Мы все знаем непосредственно на каждой неделе. Погода, кстати, меняется. У меня прям голова, который день уже болит. Будем честны. Голова болит. Так, ну что? Поехали, мои сладенькие, посмотрим, как каждый знак зодиака вообще в целом проведет следующий месяц. Основные события месяца. Давайте посмотрим с вами. Буду смотреть на таро на котиках, вот на таких красивых котиках. То, что вы у меня котики. Вот. Так, ну что? Да. Давайте начнем с какого знака зодиака. Какая карта, с такого и начинаем. Так, карта страшного суда. Жезлы. Мы начнем с овнув львов стрельцов. Все, поехали. Как проведут месяц у нас получается с вами май? Овны ли вы стрельцы? Так, овны, поехали. Как вы у меня проведете месяц май? Овны. Как вы у меня проведете месяц май? Ух ты. Шестерочка пентаклей. Шестерка пентаклей у нас говорит... Я буду говорить... Так как это пентакли, они у нас идут и на работу, и на учебу. Кому-то может быть два в одном актуально, так что я буду все сферы озвучивать, да? Шестерка пентаклей говорит о неком обмене. Обмене информации, обмене денег. То есть это также означает, что у вас будут средства, чтобы куда-то вложиться, что-то приобрести. Причем это может быть какая-то крупная покупка. Также это может быть, если вы что-то давно очень хотели продать, там какую-то недвижимость, например, что-то приобрести. Очень высока вероятность, что в этом месяце вы это все реализуете. Конечно, если это какая-то крупная покупка, да, или крупная какая-то сделка. Или это что-то, например, касаемо времени, да, как, например, экзамены. То есть в определенный только момент вы можете что-то сдать, принести какие-то документы. В любом случае все будет хорошо, вы все принесете ровно столько, сколько нужно. Экзамены вы также все сдаете, у вас все хорошо будет, все получится. Шестерка пентаклей говорит о некой удовлетворенности, да, о том, что ты мне, я тебе. Такой некий баш на баш. Но в формате, если эта карта выпадает, как у нас с вами, мы сейчас не смотрим на какую-то определенную сферу, а просто событие, и она вышла просто как событие, очевидно, что карта будет означать только позитивный для нас с вами расклад, да, потому что карта денежного поступления, приобретения, приятность какая-то вот, приятные моменты у вас будут в мае месяце, связанные с деньгами. Может быть, кто-то вернет долг, потому что это карта некого обмена, да, когда ты ей тебе помог, теперь ты мне верни, допустим. Или вы дали кому-то свою вещь поносить, вам ее наконец-то возвратят, найдется какая-то пропажа. Что-то вы там, браслет, у меня было, кстати, такое, я потеряла браслет, 9 месяцев его не могла найти, в итоге я его вообще нашла за стиральной машиной, когда она сломалась. Представляете? Там вот сзади вообще под стиралкой, она мне еще так скакала, я жила вот когда на своей, получается, третьей квартире съемной, и вот она у меня вот так прыгала, когда стиралась. Видимо, я когда-то положила украшение, и оно упало, очевидно, да. Вот, ну, хорошее, хорошее твитфу начало, я очень рада. Давайте дальше смотреть еще одно событие. Паш Пентакли. Пажи у нас всегда отвечают с вами за некое изучение чему-то новому, то есть я вижу, что вы будете чему-то новому учиться, либо вас к чему-то будут готовить. Может быть, если вы ищете новое место работы, то вас там обучат, можете не переживать, то есть вас возьмут на работу, да, и выплатят какие-то деньги, может быть, вы ожидаете какие-то суммы денег. Также Паш Пентакли у нас говорит вот за изучение чего-то нового, при том, что оно вам будет нравиться, это будет что-то полезное чему-то новому учиться. Безусловно, это может быть та же астрология Таро, пойти на танцы, научиться танцевать на гимнастику, на йогу, да, чтобы как-то лучше себя чувствовать, то есть это может быть даже прилив такой сил, что я хочу что-то новое для себя узнать, да. Мне не хватает вот кругозора моего, да, я хочу его расширить, вот, так что карта тоже я только хорошая пока что вижу. Еще одно событие, четверка Пентакли, у вас все по Пентакли, у вас не про любовь, этот месяц будет однозначно, он у вас отвечает за учебу, за работу, я сразу могу сказать. Также карта четверки Пентакли говорит о неком достатке, но когда я ужимаюсь, то есть у меня есть деньги, у меня есть средства на жизнь, но я почему-то ужимаюсь. То есть либо вы на что-то соберетесь копить в мае месяце, либо деньги будут уходить на что-то, то есть вы будете знать, что надо туда, то есть деньги по сути есть, но они направлены на что-то, то есть они могут лежать даже отложенными. Например, если вы снимаете квартиру, у вас будут лежать эти деньги, то есть по сути деньги есть, но они на квартиру, да, то есть просто так ими не воспользуешься. Или, например, это может быть четверка Пентакли Вы чем-то загоретесь, да, и захотите что-то крупное приобрести И нужно будет на это откладывать Деньги поступают у вас по шестерке Пентакли Но при этом мы не можем с вами ими пользоваться, как мы хотим Да, оп, что-то вот захотелось купить Нет, так вы не сможете сделать То есть вы будете знать, что мне нужно на это, на это, на это, на это В любом случае, я вижу, что вы в этом месяце восстанавливаете свои финансы Вот я вижу восстановление реально финансовое Про любовь ничего не вижу Ничего не вижу Но по таким картам знакомства могут происходить, если это для вас актуально На работе, либо на учебе Вот, в сферах деятельности То есть вы можете зазнакомиться, но уже непосредственно общение любовного характера будет складываться Ну, последствия, да, то есть если вы захотите Вот, а так оно, я не вижу, чтобы прям развитие каких-то событий было любовных Но это не значит, что этого не будет Да, может быть, многие из вас уже в парах У меня, например, вот мой Януновин, ну и он, ну мы уже в паре Зачем ему еще что-то, кто-то Вот Он расслабился, сконцентрировал внимание на деловых сферах в жизни Вот Так, давайте стрельцы вас посмотрю Стрельцы, ваши первые события вместе Мир Это замечательная, очень красивая, привлекательная карта К деньгам Которая говорит о том, что, в принципе, если у вас есть какие-то колоссальные дела Да, если у вас есть какие-то огромные цели В мае месяце очень высокая вероятность их все реализовать Потому что по миру это не просто карта, что тебе все можно И карта общественности, то есть ты всем дозвонишься, допишешься Узнаешь все, что тебе нужно Куда надо, приедешь Тебя предупредят, тебя повестят, тебе все скажут То есть вы, люди будут вовлечены во все процессы На которых вы будете участвовать, собственно, в мае месяце Это очень хорошо Вот И так же по миру это настрой Да, то есть вы будете ощущать, что все вам хотят помочь Как-то подсобить Подсказать В любом деле То есть не будет такого какой-то вот корысти, да, со стороны людей Что вот как-то под вас кто-то что-то пытается сделать в свою угоду себе Нет То есть вы будете получать от людей позитив так же, как и его отдавать Вот так По миру это все можно И очень много людей будут задействованы в вашей жизни Очень много знакомств Тоже приятных будет в этом месяце И приятного времяпрепровождения Так, туз мечей Не боимся Я с вами Не боимся Туз мечей у нас говорит за некое разрешение вопроса То есть, видимо, либо у вас уже очень давно стоял какой-то вопрос Да, и уже нужно, ну, принимать, соответственно, повторюсь, какое-то решение То есть нужно уже все Здесь сейчас решать Либо по тузу мечей у вас появится ситуация В которой нужно будет быстро, неожиданно для вас принимать решение Но вообще туз мечей это что-то, что давно копилось И вот, наконец-то, либо поджало И надо уже это решить Это с чем угодно может быть связано Потому что туз мечей это, я объясняю, это как Какое-то действие уже, все То есть это решение вынесено По любому вопросу В любомных вопросах То есть, например Мы вместе, не вместе Ты любишь меня, не любишь В денежных Мы работаем, не работаем Вы берете меня или нет Вы возвращаете мне за что-то деньги или нет Там, не знаю, в семейных отношениях То есть то же самое Мам, там, мы Ты мне дашь там на что-то средство Или ты мне В итоге ты приедешь, не приедешь Скажи мне уже Потому что иначе я буду там планировать свой день Там месяц как-то по-другому То есть это Прими уже решение Может быть, принятие решения Вложения, опять же таки Куда-то То есть что угодно Туз мечей Это в этом месяце Что-то у вас решается Окончательно Может быть вопрос там Съема с кем-то Квартиры Да, или У меня живет мышка У меня здесь живет мышка Не пугайтесь Так Карта тройки Пентакли Тоже говорит за разговоры Рабочие Либо учебные разговоры Вот То есть вы будете с людьми Решать именно вопросы Касающиеся Моментов Связанных с деловой сферой Своей жизни Возможно Вы чем-то загоритесь Захотите открыть что-то Да Начать чем-то заниматься Либо По тройке Пентакли Вы можете просто Да Найти каких-то Единомышленников Из разных сфер И с ними объединиться В какой-то тандем Интересный Может быть ваши будущие Друзья какие-то Да Если для вас было актуально Найти именно друзей Подружек Это тоже Показатель того Что в этом месяце Все возможно Очень много знакомств Очень много разговоров Деловых Какой-то толчок Я думаю вам Май все-таки даст Для продвижения Обратите на этот месяц Внимание Львы Карта повешенного Это Незнание Большей степени И подвешенной ситуации Тоже как и Было сейчас У стрельцов Туз мечей И то же самое Карта повешенного Говорит о некой ситуации Когда У вас в мае Будет ситуация От которой вы не будете Зависеть Либо Это Вы скажете Там все Человеку Скажете Ну принимай уже решение Короче Да окончательно И меня повестишь О том Что ты там Хочешь И как дальше Будет развитие событий То же самое Это может быть И в любовной В любовной сфере И в рабочей сфере В учебной сфере И в сфере Семейных Каких-то отношений Да Дружеских То есть Это когда По повешенному Не от вас Зависит ситуация То есть Вы либо вкинете Что-то другому Человеку И будете ожидать Результата То есть Ну ты уже Принимай решение Не говори Либо по повешенному Это просто Карта ожидания Так же может быть То есть Вы уже там Все сделаете Да Остальное уже За другими людьми То есть Например Вы там Подготовили Какие-то документы Со всеми Обо всем договорились А дальше уже Ну Все Типа да Как вот Работают например Адвокаты Они все документы Подали А там уже Дело за судом Например Да То есть Когда они там Будут заниматься Этими разбирательствами Когда они Назначат суд Когда они Рассмотрят Там то да сё Да Это уже Вот На других плечах Да Перекладываем Не перекладываем Даже ответственность А Ну За собой Вы все сделаете То есть Здесь просто Длительное Какое-то будет Ожидание Результата В мае месяце У вас У вас Так же Карта Я вижу Пятерки мечей Это поражение Вообще Карта Карта Поражения Может говорить История Этой карты Заключается В том Что вы можете Не захотеть Вступать В диалог В дебаты В мае месяце Ваш друг или подруга С которым вы вместе Работаете Учитесь Говорят Блин Я тоже там Хочу на это место Я тоже хочу Там Ну вот эту Там Тему взять Да А по итогу Выставляют Это Что они Что они Сами Сами Сделали Хотя Вы Помогали Оказали Поддержку В плане Отдали Тему Подсказали Как правильно Допустим Ее оформить Написать Да Рассказать Выйти с этой темой То есть Это карта Больше про Некое Предательство То есть Вы сознательно Помогли Другому Человеку Как медвежья Услуга Да Вы Хотели Сделать Доброе Дело А в итоге Это оказалось Не вашу пользу Поэтому Я вам советую В этом месте Не отказываться От Собственных Каких-то наград Да То есть Не надо Вот это Да мне Ничего Не нужно Пусть у тебя Будет Я тебя Пожалею Лучше Никому Не жалеть Вот Потому что Очень высокая Вероятность Потерять Своё место Или Потом Пожалеть О том Что вы Кому-то Что-то Отдали Дальше У нас Карта С вами Короля Мечей Это Карта Водолея Весы Близнецы Мужчины Либо Карта Врачей Карта Любых Людей Которые Работают На любых Я имею ввиду Профессиях В правоохранительных Органах То есть Это кто угодно Могут быть У нас там Юристы У юристов Очень много Разветлений Чем может Заниматься Человек Или Например Опять же Кто-то Из государственной Службы И так далее В любом Случа Карта Показывает Взаимодействие Мужчины Который Вам будет Всячески В этом месяце Помогать В решении Ваших вопросов Он будет Вместе с вами Весь этот месяц Я советую Обратить внимание На этого мужчину Потому что Он своего рода Будет Вам тоже Всячески Пытаться Подсобить Подсказать Как лучше Поступить И сделать Чтобы Все было В вашу пользу Чтобы все У вас получилось Обратите внимание На мужчину Водолея Весы Близнецы И своего окружения Скорее всего Новый знакомый Либо Это будет Такой грубый Человек Да То есть Он вам будет Говорить Кому ты веришь Да Как ты можешь То есть Вам будет Обидно За его Высказывание В свой адрес Но Он будет Говорить По факту Я вам советую К нему Все таки Прислушаться Так Дальше У нас Кто пойдет Какой знак Зодиака У нас Будет Дальше Рыба Раки Скорпионы Кубки Вышли Поехали Рыбки Первое Ваше Событие Месяца Влюбленные Замечательная Карта Которая Говорит О некой Симпатии То есть если Безусловно Начнем с любви Если вы у меня Одинокий То в этом месяце Очень высока вероятность Как минимум Знакомства Очень многие жалуются Что вот Жень Да Там Я с кем-то там Знакомилась Или знакомился Но вот почему Ничего не получилось У меня же там На этот месяц Была любовь Туда и мы Сюда и мы Но Вы сами Вершите свою судьбу То есть вы сами Выбираете Хотите вы быть С этим человеком Или нет Где-то вы готовы Пойти на уступки Может быть даже К сожалению Прогнуться Ради другого человека Да Или вы не хотите Это делать То есть вы сами Выбираете Но в любом случае Карта влюбленной Также говорит Если для вас Не актуальна В принципе Любовная тема О симпатии людей В вашу сторону Да Она так же Как и карта мир Дает вам Дает вам Некие поблажки И повышенное Внимание Со стороны Общественности Вы можете Этим воспользоваться В своих целях Потому что Карта влюбленных Говорит именно О расположенности Людей к вам То есть все ваши Какие-то идеи И желания Будут исполнены Люди будут В вашу пользу Действовать Так как вы хотите Все делать Да Говорить Где-то вам Подсказывать Даже за бесплатно То есть вы можете Именно пользоваться Людьми Но я вам советую Это делать За большой осторожностью Потому что За это прилетает Когда мы С нечистыми Мотивами Пользуемся Другими людьми Также у нас Здесь карта С вами умеренности Выходит Месяц Пройдет Очень спокойно У вас Карта умеренности Также это брачная Еще к слову Сказать карта То есть Карта стабильности И наконец-то Гармонии Баланса То есть видимо Многим из вас Не хватает Некого Спокойства В жизни То есть Постоянно Какие-то стрессы Постоянно Форс-мажорные Ситуации Уже хочется Найти Занять свою нишу И быть в балансе И в гармонии Прежде всего С самими собой Чтобы было Комфортно Существовать Как-то жить И на этой неделе В этом месяце Прошу прощения Вам предоставится Данная возможность То есть найти себя Может быть Вы себя займете Каким-то Йога На процедуры Походите Большей мере Будете уделять Время Именно Своему собственному Состоянию То есть Если вы не хотите Готовить Я не буду готовить Я что-то закажу Не хотите куда-то ехать Я не поеду Я лучше дома Отдохну То есть вы больше Будете делать Все-таки акцент Наконец Какие на самих себе А не в угоду Другим людям Потому что У вас есть Такая черта У рыб В особенности У солнечных Да У чистых рыб Что Очень много Жертвенности То есть Вы хотите Сделать лучше Для других Но очень часто Забываете о себе Вот Этот месяц Будет Про баланс Найти в себе Ну и десятка Кубков Тоже Карта Встреч Свиданий Гармонии Хорошее отношение В семье С близкими С родственниками То есть Этот месяц У вас прям Очень романтично И мило пройдет В особенности Для тех Кто в паре То есть Вы посмотрите На своих партнеров С другой стороны С лучшей стороны У многих Из вас Снова начнется Вот эта искра Да Я тебя люблю Я тебя уважаю Вы как-то Может быть Увидите Какое-то сравнение Да У своих знакомых Близких Там Как у других Бывает Понимаете Что Ну придет Осознание Того Что все-таки У вас Не все так Плохо Как вы считали Да Уйдет Вот эта Некая апатия Которая Была у нас Да Последние Несколько месяцев То есть Наконец-таки Уже Вы ощутите Вот эту Нормализацию Собственной жизни В собственных Отношениях Вот Очень много Романтики Романтических Вечеров Приятных Встреч Возможно Даже со старыми Друзьями Раки В раке У вас Выходит Карта Башни Видимо Вы По башне Будете Очень много Высоких Зданий Каких-то Посещать В этом Месяце Ходить Во всевозможные Серьезные Такие Заведения Да Где Будете Решать Свои Вопросы Возможно Будет Очень много Бумажной Волокиты Как вариант То есть Вы у меня В этом Месяце Почему-то Очень на Нервах Переживаете Бегаете Решаете Вопросы Я вот это Вот вижу Однозначно Что У меня Прям Как заведенные Скорее Скорее Все надо Решить Везде Успеть По башне Еще может быть Что-то неожиданно Как снег На голову Да Человек Там приехал Мама Ты что Приехала Да Я приехала Доченька Вот что-то Такое Может быть Может быть Неожиданно Что-то приятное Наоборот Произойдет Неожиданно Какая-то Денежная сумма Вам будет Переведена Даже ошибочно С телефона Какого-то Другого Человека Может быть По башне Это может быть Даже Неожиданность Что все было хорошо А теперь Наоборот Все обернулось Что чего-то Не хватает Надо еще Что-то Донести Дописать Доделать Там В каких-то Работах Это даже Может быть Например Если Связано с учебой С преподаванием То Вы приходите К преподавателю Вам говорят Ой переделай Доделай Еще сделай Хотя Вы думали Что мы Все идеально Даже Вот так Да Потому что Башня Это что-то Неожиданное Туз Жезлов Туз Жезлов У нас с вами Отвечает За Какие-то Тоже Возможности И шансы Которые Вам будут Предоставлены В этом Месяце Но Они будут Предоставлены Очень быстро Туз Жезлов В принципе Очень быстрые Карты Неожиданные И быстрые То есть Надо Здесь Сейчас Принимать Решение Это Может быть Неожиданное Предложение Поехали А поехали С тобой За границу Я вот Оплачу Или А давай Вот Прямо Сейчас Увидимся Но Нужно Будет Принимать Решение Здесь Сейчас Но По тузу Жезлов Это Какое-то Крупное Предложение То есть Это Не просто Даже Как я Сказала Поехали Куда-нибудь Неожиданно Это Что-то Крупное Либо Большая Трата Там Я Плачу Отпуск Полетели Прямо Сейчас Либо Это Будет Там По тузу Жезлов Предложение Руки Сердца Или Предложение Сходить Куда-то На свидание Нужно Будет Здесь Сейчас Решать Иначе Вы Упустите Свою Возможность А туз Жезлов Он Крайне Редко Бывает Да То есть Это Такая Карта Что Сию Секун На сию Момент Нужно Брать Бока За Рога Собственно Так что Берите Бока За Рога Обращайте Внимание На все Предложения Которые Вам Будут Поступать Но Оно Будет Самое Яркое Самое Весомое Еще Одна Карта У вас Вышла Карта Девятки Жезлов Карта Ожидания Несмотря На то Что Жезлы Быстрые Карты Также Карта Говорит За Некое Длительное Ожидание В вашем Случа Больше всего Что-то Что Требует Времени То есть Это Как Например Придти Принести Какие-то Документы Оформлять И вам Говорят Приходите Через Неделю Документы Будут Готовы То есть Это Какое-то Ожидание Будет Но Немножко С переживаниями Потому Что Вы Хотите Все Здесь Сейчас Но Это Что-то Нормальное Это Не Что-то Такое Ужасное Будет Да Просто Немножечко Вы Будете Так Это Сидеть И думать Блин А люди Меня будут Ждать Пока Я Вот Это Все Решу Или Там Я Успею Вот И в это Место И сюда Съездить А я Успею Донести Эти документы Прям Или Стык В стык День В день Вот Я вижу Что У вас Просто Все Будет Притык В моем Месте Вам Нужно Будет Срочно Почему-то Везде Успевать Срочно И быстро Может У вас Вся Жиз Так Построим Я Уж Не Зна Вот Но Не Переживайте Все Будет Срок В срок Выполнено Все Будет Хорошо Скорпионы У вас Карта Перевернутой Восьмерки Пентаклей Это Больше Говорит О том Что Вы Чем-то Не Хотите Больше Заниматься Либо Не Хотите Где-то Учиться Не Хотите Во Что-то Углубляться С Кем-то Вместе Работать Что-то Изучать То есть Это Больше Карта Про То Что Какое-то Начинание Которое Вы Отпускаете Возможно Это Отпустить Какую-то Отпустите Идею Которая Ну Она Не Имеет Никакого Продолжения То есть Я Не Вижу Развития Своего Плана Идея Может Какой-то Мини Бизнес Мини Идея И Она Не Идет Ну И Ладно Может Быть Вы Опустите Руки Чтобы Не Разговаривать С каким-то Человеком Да То есть Ну Уже Сколько Может Там Какой-нибудь Например Подруга Которая Чего-то Страдает Переживает Вы Устанете Ее Просто Лечить Убеждать То Что Все Будет Хорошо Маму Какую-нибудь Депрессивную Бабушку Не Знаю Тетю Дядю То есть Здесь Идет Именно Усталость От Того Что Сколько Я могу Над этим Проектом Работать То есть В принципе Вы Как Скорпионы Все Воспринимаете Как Работу Как Проект Даже Взаимоотношения Между Людьми То есть Возможно Вы Просто Уже Отпустите Какую-то Идею Навязчивую О том Что Нужно Помочь Нужно Вылезти Из штанов Чтобы Лишь бы Другому Человеку Все Сделать Потому Что Поймете Что Это Не Имеет Смысла Вот Такой Момент Дальше У вас Карта Рыцаря Жезлов Опять У вас Появляется Энергия В новое Какое-то Иное Русло Вы Чем-то Новым У меня Начинаете Заниматься То есть Я вижу Что Вы Возможно Переключитесь От чего-то Может Многие Из вас Родители Допустим Или Вы Вкладываетесь Очень Много Братьев Сестер Друзей Подруг Мужа И Вы Наконец Поймете Почему Я Для Другого Человека Пора Уже Немножко Для Себя Тоже Пожить Что-то Сделать Для Самих Себя Уже Сделать Акцент На Самих Себе Вот И Как раз Таки У вас Пойдет Вот Это Самое Переключение На Новое Русло Вот Вы Чем-то Новым Загоритесь Может Быть Даже Это Будет Какое-то Новое Приятное Хобби Которое Вас Убираю Вот Эти Кружочки Аквабит Загуглите Что Это Такое Я Очень Люблю Мелкие Детальки Миниатюрки Люблю И Я Поклонник Миниатюр И Собственно Я Этим И занимаюсь Меня Это Расслабляет Отвлекает Видимо Может Быть Вы Новым Делом Загоритесь Что-то Откроете Найдете Какую-то Классную Подработку Также У нас Выходит Карта Рыба Рака Скорпиона Мужчины Который Также Будет Участвовать В вашей Жизни В этом Месяце Я Вижу Что С этим Мужчиной Вы Можете Как раз Таки Вот Эти Новые Дела Какие-то Да Открывать Чем-то Новым Для себя Заниматься То Есть Этот Мужчина Больше Похож На То Что Он Вам Для Новых Начинаний То Это Тоже Как Либо Ваш Человек Склонный К тем же Тому же Мышлению Что и у Вас То есть У вас Одинаковое Мышление Одинаковые Идеи Цели И вот Вы себе Как напарника Находите С которым Идете Вперед То есть Ваши же Стихи Человек Рыба Рак Либо Скорпион Вот С этим Человеком Как раз Таки Вы будете Двигаться Собственно В мае Месяце Держаться Друг друга Чтобы Все Прям Шло Как по Маслу Как Говорится Держитесь Как говорится Сородичей Для достижения Нужных Вам Целей В мае Месяце Так Дальше У нас Идут Козерожки Десятка Жезлов Козероги По десятке Жезлов Карта Говорит О том Что На вас Сваливается Некая Ответственность В мае Месяце Вы Конечно же Берете Себя В руки У вас Все Получится Все Будет Хорошо Просто Очень Много Дел То есть Например Это может Быть Опять же Так Например Как у Меня Я буду Бегать Относить Дневники По практике На антиплагиат Ходить Чтобы мне Текст Проверяли Мои Работы Еще Что-то Делать Это Карта Которая Говорит О неких Хлопотах И будут Ли Приятными Или Неприятными Зависит Только От вас Также У нас С вами Выходит Карта Девяточки Мечей Это переживания И страхи Опять же Таки То же самое То есть Могут быть Переживания На фоне Того Что получится Или у меня Что-то Реализовать Или нет У вас Больше Две Карты Это Карты Которые указывают На эмоциональный Фон Это Чисто Ваши Просто Эмоции Просто Вот Как вы Себя Ощущаете В мае Месяце Что вы Переживаете Хотите Чтобы у вас Все получилось Чтобы не было Каких-то Проблем И нюансов Чтобы все Шло Как по маслу Просто Бессмысленные Абсолютные Переживания У вас Все получится Ведь тот Кто Переживает Значит Тот Знает Ну вот Она И карта Двойки Кубков Двойка Кубков Это Карта Также Для Одиноких Козерожек Слияние Душ То есть Найти Друга Подругу Парня Девушку Либо Укрепление Уже Ваших Отношений То есть Что У вас Все Хорошо И стабильно Это Поддержка Со стороны Окружающих Это Гармония То есть Ваш Месяц Начнется Немножко С беготни Но В конце Месяца Вы будете Очень рады И счастливы От полученных Результатов Вы будете Очень довольны Что вы Все делали И делаете Правильно Что у вас Все получается И дальше Больше Дальше Лучше Девы Карта У вас Отшельника Выходит Отшельник У нас Карта Мудрости Также Это у нас Карта Неких Знаний Которыми Вы делиться Особо Не будете Хотеть Видимо Вы Либо Ощутите Что вы Все-таки Какой-то Уникальный Допустим Работник Да Которому Который Может требовать Больше Чем он Имеет Надеяться На больше Получать Больше Да И по Отшельнику Идет Такой Такой Момент Что Вы Как Белая Ворона У Меня То Вы Больше Всех Знаете Вы Как-то Умнее Своего Окружения Вообще Отшельник Выходит Когда Пора Менять Окружение Вот Я вам Так Скажу Когда Пора Менять Либо Работу Либо Окружение Что Вы Уже Переросли Тот Уровень Который Вас Окружает И Нужно Искать Соответственно Либо Обучать Кого-то Своим Навыкам И Знаниям Либо Продвигать Свою Деятельность То Брать Курс Выше То Что Вы Можете Больше Вот У Меня Тут Прям IQ 270 Эйнштейны Так У нас Выходит Карта С вами Козерога Девательца Женщины Которая Будет Очень Активно Присутствовать У вас В мае Месяце Которая Как раз Таки Будет Всячески Направлять Возможно Это ваша Мама Потому Что Пентакли У нас Еще Карты Родителей Либо Мужей Жен Но В любом Случай В вашей Ситуации Я вижу Женскую Карту Либо Эта Карта Конкретно Козерога Девательца Женщины Которая Будет Рядом С вами В этом Месяце Либо Вашей Мамы Которая Будет Вас Очень Активно Поддерживать Я Вам Советую Прислушаться Прислушиваться К женщине Своему Сородичу В этом Месяце Потому Что Она Вам Плохого Не Посоветует Не Скажет И Как Никто Вас Лучше Поймет Дальше У нас С вами Карта Трансформации Да То есть Изменения Вашей Жизни Начинаются Мои Хорошие Карты Трансформации Хорошо Что Это В вашем Случае Не Башня Потому Что Карта Смерти У нас Говорит Просто За некий Переход На Новый Потому Что У нас Никогда Без Потерь Тринадцатый Аркан Не Проходит То есть Это В любом Случае Вы Осознанно Допустим Вы были На каком То Месте Работы Где К вам Очень Уважительно Относились Или Сейчас Даже Относится Например Я Объясняю Как Эта Карта Может Проиграться Но Вы Понимаете Что Нужно Брать Курс Выше Лететь Дальше Вот И Отправляетесь В Говорили Ой Я буду С вами Всегда Работать И Не Хочется Уходить Но Понимаете Что Вам Нужно Больше Денег Больше Связей Развития Да Больше Гораздо Вот Собственно И в этом Месяце Это У вас И Начинается Развитие Ближе К концу Месяца Я думаю Третья Четвертая Неделя Вы Уже Заметите Изменения В своей Жизни Например В отношениях Может Проиграться Что Вы Переросли Своего Партнера Или Партнершу Будет Отказ К сожалению От партнера Потому Что Ну Вас Тянут На дно Как Балласт То есть Это Про Перемены У вас Май Месяц Не Проживайте Вы С ними Справитесь Все Будет Хорошо У меня Умнички Тельцы О Тельцы У вас Карта Шестерки Жезлов Карта Друзей Соратников Сообщников Да Коллектива Вы Либо Там Что-то Будете Организовывать Какое-то Восстание Я не знаю Да Ради Собственных Целей Либо Вы у меня По шестерке Жезлов Здесь Просто Будете Организовывать Людей Например На какую-то Вылазку В какую-то Поездку Да То есть Здесь Проходит Такой Момент Я Организовываю Встречу Может быть Бывших Друзей Одноклассников Ой Не бывших Друзей Прошу Ну Как-то Вот Старых Друзей Да Там Например Из детства Вот И вы будете Соответственно Таким Главным Звеном Связующим Всех Этих Людей Вот Возможно Встреча Даже С Приятными Знакомыми Дальше У вас Карта Луны Выходит Луна У нас Карта Снов И Карта Внутренних Ощущений То есть У вас Будет Очень хорошо Развита Интуиция В мои Месяцы Обращайтесь Обязательно К ней Если будете Не знать Как себя Правильно Вести В ситуации Что Кому Говорить И делать По Луне Это Больше Вам Будут Подсказывать Что Лучше Делать Что Не Делать То есть Ваши Ощущения Не будут Вас Подводить Обязательно Обращайте На это Внимание И Кстати Вам А кто Не Очень Будете Понимать Перед Вами Лицемерный Персонаж Или Человек Который Действительно Ему Можно Верить И доверять Также Карта У вас Императрицы Выходит Божечки Вы же Мои Королевишны И Короли Вас В этом Месяце Будут Всячески Хвалить Одаривать Подарками Всячески Возвышать Да Говорить О том Что Вы Уникальны Что Куда Без Вас Ничего Тут Не Решить Не Сделать Вы Будете В центре У меня Здесь Внимание Вас Будут Также Вкладываться То есть Вы Ощутите Прям Прилив Сил Вот Этой Женской Либо Мужской Энергии Того Что Вы Нужны Вы Важны И Что Без Вас Ну Просто Никуда Вы Себя Ощутите Уникальным Человеком Видимо Многие Из Как-то Не Хватает Может Поддержки Сил На Решение Каких-то Вопросов И Здесь Соответственно Этот Месяц Для Вас Будет Стартовым В Нормализации Вашего Эмоционального Фона Что Вы Все Таки Не Хухры Мухры Как Вы О Себе Думаете Да Хуже Чем Бы Есть На самом деле Так Водолеи Водолеев Карта Рыцарь Пентакли Рыцарь Пентакли У нас Говорит Либо За Поступление Какой-то Информации Новой Да Которую Вы Будете Всячески Обрабатывать Может Быть Это Какое-то Крупное Дело Которое Нужно Будет Куда-то Съездить Что-то Решить Что-то Сделать Рыцарь Пентакли Это Что-то Что Не Быстро Решается Что Надо Это Переварить И Соответственно Уже Думать Что С Этим Делать С Этой Информацией Может Это Что-то Свалится Как Гром Среди Ясного Неба Объявится Что-то Или Кто-то То Рыцарь Пентакли Это Вот тебе Информация Теперь Живи С этим Вот Такая Вот Тема У вас Проходит Май Месяц Может Быть Вам Скажут Все На Тебе Эту Идею Или Тему Развивай И Вы Такие Блин А Чем Мне С Этим Делать А Как Мне Это Решить Вот А Как Мне Успеть Но Вы Все Успеете Все Решите Все Сделаете Дальше У вас Карта Семерки Жезлов Карта Семерки Жезлов Это Бессмысленная Борьба Которую Вы До Сих Пор Продолжаете Это Либо Борьба Внутренняя Либо Внешняя Борьба С Какими То Людьми Конкретными То Пора Здесь Заканчивать Какую Негатив Какую Воинственность По Отношению Либо К Какому То Человеку Какой То Группе Лиц Либо Самому Себе То Либо Вы Здесь Требуете Себя Свыше Нормы Вам Стоит Обратить Внимание На Уже Устоявшиеся Собственные Положительные Качества И развивать Их Либо Отпустить Какую-то Злость На человека И жить Уже Дальше Потому Что Это Именно То Что Вам Мешает Двигаться То Если Вы Думаете Почему Вы Не Можете Быстрее Перемещаться Быстрее Чтобы У вас Развивалось Жизнь Это Именно Пора Отпустить Как раз Таки В Май Месяце Дальше У нас Выходит Карта Женщины Рыба Рак Скорпион Который Окажет Очень Большое Влияние На Вас В Этом Месяце Приятное Влияние И Поддержку То Есть Весь Месяц Она Будет Рядом С Вами Она Будет Всячески На Путствие Вам Отпускать И Контролировать Вас И Ваше Эмоциональное Состояние Рыба Рак Скорпион Будет Ваш Как Ангел Хранитель Оберег В этом Месяце Поэтому Не Приживайте Она Вам Все Подскажет Одни Вы Не Останетесь Весе Весе У вас Карта Четверки Мечей Я Не буду Говорить Что Это Карта Болезни Я Вообще Никогда На Здоровье Не Люблю Эту Тему Просто Это Карта Что Я Самостоятельно Отправляюсь Плешку Да Здесь Вам Лучше В Май Месяце Как Раз Таки Себя Пересилить Потому Что Вы Уже Належались У Вас Этот Месяц Должен Стать Продуктивным А Не В Лежке То Есть Отдыхать Нужно Но Не Теряться В этом Отдыхе Да Потому Что Раз Полежали Не Хочется Уже Вставать Не Хочется Ничего Делать Уже Многое По сути Делаем Через Силу Заслуженный Отдых Но Пора Уже Действия Какие-то Совершать А не Просто Куковать Дома Дальше У Вас Идет Карта Пажа Кубков Паж Кубков У нас Говорит За романтические Отношения За любовные Признания За Некую Физику Химию Вашу Сторон За симпатию Может быть За Если у Вас Есть дети Также Пажи Кубков У нас Отвечают За Детей Которые Объявляются В вашей Жизни Либо Которые Будут Очень Активно В ней Присутствовать Всячески Вас Пытаться Закрыть От Внешних Каких-то Неурядиц Дискомфорта То есть Как-то Мамочка Папочка Я тебя Так Сильно Люблю Туда И Сюда И Либо Если У вас Нет Детей То Кто-то Будет За Вам О Вас Очень Заботиться В этом Месяце Потому Что Вам Видеть Какого-то Будущего Что-ли Я не знаю Какой-то Депрессивный Момент У вас Проскальзывает Что А зачем Это все А для чего Это все Дальше У нас с вами Выходит Карта Рыцаря Мечей Это Некие Неожиданные Трудности Будут В мае Месяце Которые Нужно Будет Тоже Срочно Решать Но У вас Не вышло Каких-то Не вышло Ни одного Старшего Аркана Так что Осмелюсь Предположить Это может Быть Каблук Сломался У вас Вы будете Каблука Каблук Сломать Ну да Ситуация Не из приятных Некрасива Придется Вернуться Домой Немножко Опоздаете Куда-то Или Например Сломается Ручка Ваша Любимая Вы Немножко Погрустите Разлить Кофе На себя Придется Переодеться Хотя Очень Душманились Намылись Хотели В этом Пойти Ну ладно Это Просто Что-то Что Как Вот Я безрукая Или я безрукий Вот Что же Это Такое Что же У меня Все Из рук То Валится То есть Это Просто Будет Как Нервный Срыв Я думаю Что Вам Плечо Куда-нибудь Уже Выплакаться Вот Что-то Вы Очень Нервные Я вижу Ваши Нервы Что Вам Надо Просто Где-то Выдохнуть Близнецы Опа Двойка Жезлов Близнецы Вы У меня Навастрили Куда-то Лыжню Мне О том Что Она Выгорела От Своей Деятельности Которой Она Занимается Она Хочет Что-то Новое Вот Как раз Таки Вторая Неделя Мая Либо Прямо Начале Мая В течение Двух Недель Будет Решаться Вопрос О Каком-то Вашем Новом Деле Так Каком-то Вот Вы Тоже Опять же Так У меня Чем-то Новым Загоритесь И Скажете Так Я Хочу Этим Заниматься Мне Это Интересно То Есть У вас Появится Либо Хобби Классное Которым Вы будете Увлечены Очень Серьезно Либо Вы Наконец Таки Найдете Себя Например Разберетесь Кем Вы Хотите Быть Чем Заниматься Или Поймете Что На чем Сделать Сейчас Акцент Вашей Жизненной Сфере Любовной Деток Рожать Встречаться Искать Партнера Денежной Сфере Как Где Заработать Деньги То есть Вы найдете Ответы На все Вопросы Которые Вы собирали В течение Многих Месяцев Уже В мае Месяце Непосредственно Вторая Неделя Точно Майя Для вас Станет Открытием Какая-то Важная Для вас Неделя У нас Выходит С вами Карта Шута Нулевой Аркан Которая Говорит О свободе Свободе Выбора Свободе Слова Свободе Действий То есть Вы у меня Будете Чувствовать Себя Некими Даже Может быть Детьми Может быть Многие Из вас Поедут В какие-то Парки Аттракционов Может быть Вы пойдете Просто скажете Блин Я хочу Кушать Сладкую Вату Лежать На кровати И ногами Дрюбить То есть Вы дадите Себе Какую-то Свободу Вы очень Часто Видимо Ходите Напряженные У меня Либо Постоянно В напряжении От каких-то Дел Существенных Понятное Дело Но Очень часто Забываете О собственном Комфорте Поэтому По шуту Вам будет Предоставлена Возможность Подурачиться Вот Да То есть Найти Вот эту Свободу Внутри Себя И все-таки Уделять Себе Больше Внимания Вы не Одни Знаки Зодиака Не единственные У которых Вот такая Карта Выходит Ой Карта Тройки Жезов Я думаю В этом Месяце У вас Очень У вас Очень Много Толчков В этом Месяце Будет Причем Очень Легко Будут Продвигаться Ваши Дела Деньги Если Вы Переживаете За Деньги Очень Хорошие Денежные Поступления У вас Классный Будет Месяц На Деньги Если Вы Боитесь За Какие-то Экзамены Все Вы Быстро Очень Сдаете И все Вы Завершаете У вас Без Проблем Все Получается Абсолютно Легко И Просто Вот То есть Шут Вам Дает Вот Эту Легкость Что Вы Даже Не Заметите Как Решите Очень Серьезные Важные Вопросы Поездки Все Состоятся Вы Прекрасно Проведете Везде Время Я Вижу Что Самые Лучшие Недели Для Вас Будут В этом Месяце Вторая И Третья Неделя Мая Они Прямо У вас Будут Благоухать Вы Прямо Будете В восторге От